Всем привет, дорогие друзья! С вами Настя Бутбарби и я наконец-то выпустила видео о своем похудении. Вы просили, вы ждали, вы просто везде под каждым видео, под каждой фотографией, под каждой историей спрашивали, как ты похудела, что ты делаешь, как ты занимаешься спортом, как ты ухаживаешь за собой. Все, друзья, сегодня все секреты раскроются. Реально, я расскажу всю свою историю от начала до конца, до вот этого дня. Начнем, так сказать, с детства, с юношества, с подросткового возраста. Я всегда была спортивного телосложения девочка, потому что я занималась профессионально танцами. Изначально вся моя фигура сложилась, скомпоновалась из-за танцев. И этому я говорю огромное спасибо, потому что у меня невероятно замечательный, любимый, мой обожаемый пресс. Единственное, что меня напрягало из-за этого спортивного тела, это мои ляжки. Всю вот эту вот школьную жизнь я жила, смотря на своих подруг, которые имели пиздрического телосложения. У меня есть подруга Яна, моя лучшая подруга до сих пор. И ей можно ничего не делать, она просто родилась с идеальной фигурой. Типа песочные часы, талия, худенькие ножички, маленькие тоненькие щиколотки. И я постоянно смотрела на ее, особенно щиколотки, и думала, ну блин, почему у меня вот нога, а у нее ножка? Сейчас, вспоминая то, в каком телосложении я находилась тогда, я смеюсь над собой и говорю, Настя, ты дура, ты идеальная, ты очень была худая. Но это, мне кажется, вот это не избежать вот этих вот загонов. Нет предела совершенству. Это реально факт, это реально правда. Это круто, когда ты хочешь выглядеть лучше всегда. Но не в этом суть, в общем. То есть, уяснили то, что у меня была замечательная фигура, худенькая, спортивная, до 11 класса. После 11 класса Настя Чернышева, тогда еще Чернышева, переезжает в Москву. И тут начинается трэш. Москва, куча проблем, куча новых знакомств, разочарований, сложный этап в моей жизни, куча новых кафешек и просто никакой слежки родителей, как бы вообще ничего, я одна сама по себе. Я очень сильно поправилась. Типа я была вот такой, а стала вот такой. Я переехала в Москву, я была толстенькой. Вместе со мной было желание попасть в Иксу Тим. А Иксу Тим на то время, да и сейчас, это идеальная картинка со всеми девочками, которые просто вот с такими вот ножичками, все супер худенькие, миниатюрные модельки. И с тех времен началось неуважение себя, не любовь к себе. Не знаю, что-то ужасное какое-то это время. Я постоянно себя сравнивала с девчонками. Степа говорил, что, ну, ты не такая, как все, тебе, ну, похудеть бы, ну, не помешало бы. И как бы это правда, ну, это нормально так говорить. Но просто знайте, что у меня был такой период, когда я жестко потолстела и ничего с этим не делала. Не знаю почему, не было норм. Я думала, что я и так сойдет. Я как бы была что-то типа girl power, я люблю себя такую, какая есть, я такая пышненькая и нормально. Но спустя полгода в Иксу я поняла, что так нельзя. А именно поняла, когда, вы все знаете, эту прекрасную историю, которую я рассказывала на интервью про замечательного человека. На самом деле, я ему реально благодарна. Он еще все взял по факту, просто взял в комнате и сказал, ты жирная. И все, и с этого момента меня как отрубило, мне просто в голову как вбились эти слова, что со мной не могут встречаться, со мной не могут общаться, потому что я толстая. Мне об этом всегда намекали, либо просто не говорили, либо просто скрывали. У меня была компания девчонок Лерка Шапова и Хит с Полином. И мы постоянно делали совместные фотосессии, съемки, и я на фоне них, ну, казалась прям бегемотиком. И мне даже в комментариях писали, что, ой, это что, животик беременяшки, там, типа, Настя беременна. И был такой момент, который девчонки тоже помнят. Они там снимаются на первом этаже, я ушла на второй и рыдаю в лучших друзьях, отправляя видео о том, что, ребят, я не могу, я ненавижу тебя, почему я такая толстая, я не знаю, что делать. Ну, конечно, такая интересная, не знает, что делать и ничего с этим не делает. Надо было просто взять себя в руки и начать худеть. Ну, вот именно в этом мне помог Даня Бум. Еще был один жесткий момент, что меня безумно напрягало, как только я переехала в Москву, у меня не было парня. Я была постоянно в френдзоне, типа, чувакам нравился мой характер, как я там веду себя, но людям очень важен фантик, оказывается. И меня постоянно отшивали, френдзон уводили, ну, короче, это вообще жесть. Когда я полностью своей головой поняла, что все, с этого дня мы начинаем новую жизнь. Ни с понедельника, ни с чего, все. Мы начинаем жестко худеть и работать над собой. Пожалуйста, все, хватит уже ныть, надо просто делать. Первое, что я начала делать, это массаж. Наверное, многие мои подписчики в инстаграме особенно слышали о том, что я хожу на какой-то массаж. Что это за массаж? Рассказываю. Массаж это необычный, не просто вот тебя там труд там делают, там приятно. Это массаж на все тело, который называется LPG, кавитация и AirSleep. В общем, это такая штука, робот, пылесос, я его называю, с огромным шлангом, который имеет какие-то свои необычные свойства, которым ты вот так вот пылесосом массажируешь свое тело, оно засасывает твое тело в специальном костюмчике. Вы так смотрите, как будто это полное... Не-не-не, я просто... Многие люди не верят, что это вообще работает. И многие мои подписчики, когда смотрели, такие типа, что это разве помогает? Это просто бесполезное использование денег. На самом деле, друзья, ну вот живой пример, сидящий перед вами, который говорит, что это помогло. Еще как. И как будто бы не просто помогло, а только этот массаж помог. И вообще как-то меня просто ударил по жопе и сказал, все, давай, давай. Начал процесс вообще. Я нашла такого человечка, такую женщину прекрасную. Ее зовут Людочка. Она владелец студии Slimless. Это не реклама, это просто... Это моя вторая мама. Потому что она взяла меня вот такой пухленькой, закомплексованной девочкой. С разбитым сердцем она меня взяла. Она меня подняла и в моральном уровне, и во внешнем уровне. Но она сначала мне расписала всю программу. Что вот вообще такое программа? Вот я сейчас вам расскажу. Самое важное, четко следовать по инструкции. Тебе расписывают план, курс твой массажа, который входит LPG. Это вот то, что тебя засасывают прям жестко там, типа все. Лимфу приводит в нормальное состояние. Твой кровоток улучшается. Твоя система кишечника, вот этот метаболизм, он начинает нормально работать. А не то, что ты ешь, 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 и ты не наедаешься. У меня такое было. А сейчас я ем. Вот столечко я уже наелась. Хотя это тоже не есть хорошо. Но суть в том, что вы оживляетесь. Вы делаете ребрендинг своего тела. Это правда. С рекламой просто трэш. Ну реально, я очень благодарна Людочке просто. Реально, вторая мама. После LPG у вас идет кавитация. Это такая штука с электрозвуком, который вас массажирует. Такая вот штучечка. Там такие палочки железные, которые, когда дотрагиваются до твоего тела, у тебя идет ультразвук и звон в ушах. Это все нормально. Это все безопасно. Это все замечательно. Типа никакого вреда здоровью вообще ноль. Это все только лучше становится для вас. Все нормально. Боже, я объясняю, как даун какой-то. Мне надо книжки читать. И именно кавитация. Я не знаю, что это за чудо. Я вообще, я когда попробовала это, я была удивлена. Я охуела от жизни, когда ты вечером пошел на массаж, сделал кавитацию. Тебе там помассажировали буквально 15 минут, две зоны, две ляшечки. На следующее утро ты просыпаешься, я вам клянусь. Я проснулась на следующее утро. Я посмотрела в зеркало. Я была настолько в шоке, что мои ноги уменьшились за ночь. Это как вообще возможно? Я была честна. Вы приумны. И все. И это заметили все. И это была только вторая кавитация. Там на курсе их делают где-то пять. Ну и дальше там Эрслик и еще какие-то маленькие процедуры, которые не совсем основные, но две я назвала самые основные. Ребят, идем в место силы, а точнее вот сюда. Девчонки, дорогие друзья, которые мечтают похудеть, я решила вам наглядно показать это прекрасное место. Это название «Отклинило» студио. Это Людочка что-то уже делает, что-то уже куда-то несется. Короче, когда я сюда прихожу и жду свою очередь, я обожаю делать массаж ног. Саша, посмотрите на эту штуку, ты сюда приходишь и кайфуешь. Тебе могут пока сделать чайок, но вот этот кабинет, вот с этого кабинета все началось. Все, ладно, заходим в кабинет, друзья. Вот он. Полтора года назад я сюда пришла. Пухленькая, 65, 66. Меня встретила Людечка и все. И начался процесс преображения. Смотрите, вот здесь такая штука, благодаря которой я похудела. Это вот как называется? Это LPG массаж, аналог бифлексия. Это аппарат, который за короткий период времени приведет вашу форму в тонус. Уйдут лишние объемы. Идеальное состояние кожи, эластичное, плотное. Я в шоке. Этот аппарат, это кавитация. Именно локальное расщепление жира. Ваши проблемные места, живот, бока, целлюлит, все, что вас беспокоит. Все ваши проблемные места. И результат уже здесь и сейчас, на следующий день. Ребят, очень красиво сказано. Прям очень красиво. Но самое главное, что это все работает. Это реально, правда. И на этой кушеточке я проводила очень много времени. Я ее очень сильно люблю. Но больше Людочку. Ребят, вот таким вот прекрасным образом я лежу. Сейчас придет дубочка. И я не устаю. Вот не хочется, конечно. Я понимаю, очень привычно вот к этим всем чипсикам. К этим всем булочкам и сладенькому. Но если вы хотите реально хороший результат, то придется убрать все плохие продукты из своего рациона. И просто надо есть меньше. Все просто. И что еще входит в этот курс массажа? Небольшая, небольшая. Не надо большой физической нагрузки. Но какая-то физическая нагрузка, спорт какой-то. Чуть-чуть хотя бы. Но он должен быть. Не скажу, что я ходила в зал. Я ходила в зал, дай бог, раз в две недели. Но я просто двигалась каждый день. Лишний раз пройти пешком какое-то расстояние. Лишний раз чуть-чуть поприседать там, пока есть свободное время. Лишний раз побегать. Ну и еще самый главный факт. Сейчас вот переходим именно к моему опыту. Начался у меня массаж. Помимо массажа у меня был жесткий стресс. У меня полетела психика просто, ну вот, куда-то на кудыкину вору. Из-за стресса тоже люди худеют. Это особенно люди худеют из-за булимии. У меня был период, когда я могла покушать гречку с котлетой. Ребят, правильное питание, здоровое питание. И такая, блять, нет, я сейчас даже из-за гречки с котлетой похудею. Ой, потолстею. И я шла в туалет и вливала. Это было недолго, слава богу. У меня был такой период. Это было совсем недолго. Я в один момент поняла, что так вообще не стоит делать. Ну и просто я поняла, что я могу есть совсем чуть-чуть и не блевать. Вообще блевать это, ну, неудобно. Ты поел, потом пошел поблевал. Еще надо на это время закладывать. Надо еще зубы чистить. Ребят, я совершенно прям очень супер откровенно с вами разговариваю. Ну, как есть. Просто вот рассказываю реально, что со мной происходило, когда я худела. Далее. Была работа. Работа пипец. Это период, когда я худела. Это был ноябрь и декабрь. Не знаю, может быть, кто-то знает, что в этот период конца года всегда очень много рекламных проектов, вообще там шоу. Много всего. Тот момент год назад, я запомню, мне кажется, на всю жизнь. У меня были сонные проличи, потому что я просто не спала. Я просто то снимала, то ехала на съемку по рекламе, то у нас съемки общие, то у нас шоу какие-то, то еще что-то. Ну, просто мой организм постоянно был в работе, и, наверное, это послужило физической нагрузкой, которая была необходима при курсе массажа. Что происходило с моим питанием? Я просто стала есть намного меньше. Из-за того, что у меня было очень много работы, в какие-то дни я просто ела один раз в день. И то я ела там что-то правильное. Я очень много пила воды. Это самое важное, наверное, тот факт, который вам говорят все и всюду. Это реально очень важно. Вода это залог здоровья, вода это энергия. Вообще, это минус целлюлит сразу же. Рассказываю вам лайфхак, которым я пользовалась тогда и до сих пор. Если я чего-то очень сильно хочу, а мне этого нельзя, допустим, пример. Самая любимая моя история. Я ехала в такси и такая, господи, как же хочется чего-то сладкого. Сейчас бы вот умело вот этот круассан просто полностью. Но что я делаю? Я захожу в кафе, я беру этот круассан. Казалось бы, круассан огромный, там вообще сытненький, сладенький, вкусненький, наполненный кремом. Я просто его беру, откусываю один раз, наслаждаюсь этим кусочком, этим кремом. И такая, все, на этом спасибо. Как бы самое важное, если вы чего-то очень сильно хотите, не ограничивайте себя в этом. Если захотели чипсиков, ну возьмите там три вот эти вот чипсинки, ну пять. Все. И остановитесь. Вы почувствовали вкус, ваш организм такой, типа, о, то, что я захотел, то я и сделал. И вы не потолстели из-за того, что сожрали всю пачку чипсов. А так, обычная еда, вот, ну, завтрак, обед и ужин. Просто делите вашу порцию напополам и съедайте намного меньше. Все. Типа, я вот с того времени настолько приучила свой организм к этому, что сейчас вот мне мой менеджер предложил сейчас, у него было два ролла с рыбой. Камера идет? Про похудение снимаем. Как похудеть? Да ешь, Настя. Я не могу больше. Я сказала, один кусочек. Я ему говорю, мне только откусить, потому что вот этого куска маленького мне хватит. Желудок мой уже уменьшился. Он не хочет много есть, ему будет плохо, когда я съем прям целый ролл. И я вот так вот себя, вы чуть-чуть начинаете, по чуть-чуть, потом все меньше и меньше делаете свои порции. И все станет классно. Реально, я вам, я вам вот зуб даю. Дисклеймер такой к этому видео. Все, что я здесь говорю, это только мой опыт. Я просто рассказываю, как я живу, как я худею. И я ни в коем случае вас не призываю, прям не пропагандирую вот это похудение. Может быть похудение по ГБЖУ. Как это называется, друзья? ЖБУ? ЖКХ. ЖКХ. ЖБУ, да. Жиры, белки, убиводы. ГБЖУ. Ребят, забейте. Боусош. Боусош. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, ГБЖУ или ЖУ. Жужужуру. Мои главные правила. Меньше жрать, больше двигаться, ходить на массажик. Все. Все мое похудение, если вкратце. Что происходило после того, как я закончила свой курс массажа? Я получила невероятный результат. Если сравнивать мой до и после, это просто вау. Я знаю, на какую фотку я на обложку поставлю. Это просто... Я там секси сфоткала. Ну там на... Ладно, все. Я добилась своего результата, и когда я похудела, у меня сразу появились отношения каким-то образом прекрасным. Невероятные, замечательные отношения. Появился Макс, и все вот эти вот стрессовые моменты, которые были у меня в башке, то, что мне нельзя много есть, то, что я толстая, что я всегда буду толстой, он вообще развеял просто вот по щелчку пальчика, просто своей любовью. Но потом случилось лето, и у меня был самый стрёмный, самый ужасный стресс в моей жизни. У меня просто перекрутился весь мир вообще. Весь мозг изменился, все тело поменялось. Ну как, не супер поменялось, но я потолстела из-за стресса снова. У меня начались такие моментики, как алкоголь. Очень-очень много его было летом. Я глушила свои проблемы на тусовках. Этого нельзя делать. Ни в коем случае ничего не меняет вообще тот факт, что тебе плохо, и ты тусуешься. Ничего не происходит. Это ужасный период в моей жизни. И из-за этого я очень сильно потолстела. У меня самая идеальная фигура была в начале июня. Все, потом пошло все по одному месту. Я вернулась в Москву осенью и снова начала тот же процесс, тоже осенью. Просто год прошел, и я пошла на массаж сейчас. Хожу в зал. Вот сейчас я активно начала заниматься спортом. Я поняла, что это надо. Без этого нельзя жить, потому что спорт это не только хорошая фигура, но еще хорошее самочувствие. Типа ты позанимался, у тебя вышел весь пот вместе с твоим всем говном, которое в башке вообще везде. И это реально очень круто. Пожалуйста, кто любит спорт, не забрасывайте ни в коем случае. Ходите, да, сложно полюбить. Я тоже не люблю спортзал, но это нужно. Это нужно, это классно, это очень полезно для вашего организма. Поэтому сейчас, как я поддерживаю фигуру сейчас, хожу в зал, правильно питаюсь, я стараюсь мало есть всякой фигни. Я могу себе это позволить. Безусловно, реально, я могу позволить там выпить колы себе. Типа самое главное, если ты что-то плохое делаешь для своего организма, сразу же это исправлять. Физическая нагрузка. Но главное не блевать. Пожалуйста. Это плохо. Все. А сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задавали в Телеграме. Обязательно подписывайтесь на мой Телеграм. Там очень много жизней. Ну, короче, вы знаете. Просто кто не подписан, тот плохо. Как я так быстро похудела? На самом деле, если вы спрашиваете про период, который сейчас. Я же приехала с Европы и была полненькая. И мне мой менеджер постоянно говорил, давай худей, 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 худей. Это правда. Ну так это что? Это для работы, Карен. Это не потому, что я там что-то как-то где-то. Потому что для работы. Хорошо же? Да, хорошо. Ну, хорошо же самое главное по итогу. Хорошо. Ребят, вот так работаем в Иксо. У меня было резкое похудение где-то в конце ноября. Вот сейчас, 2022 года, в декабре я резко похудела. Как это произошло? Да просто я стала меньше есть. Заниматься в зале. Сама дома, типа там, просто взял, открыл на макбуке. Макбуке. На ноутбуке. На макбуке тоже хорошо. Грутая, типа на макбуке открыла. Дома открыл на ноутбуке, на телефоне вообще, где угодно, на телевизоре. Обучалочку, как качать попу, как накачать попу за 15 минут. Я даже могу в ссылках прикрепить свои любимые видеоуроки, какие я смотрю. Там 22x22, мой любимый канал, я там все постоянно смотрю. И просто сами качаете, поддерживаете свою фигуру в тонусе, не жалите много говна и пейте водичку. Все. Вот так вот я и похудела. Физическая нагрузка и мало кушать вообще вон. Сколько я сбросила? Если мы берем тот период год назад, я весила где-то 66. Я сбросила почти 10 килограмм, но у меня варьировался вес. Когда я похудела, 57-55. Он постоянно вот так вот скакал. Короче, где-то 7 килограмм я тогда сбросила. Сейчас я сбросила где-то 3-2 килограмма. То есть немного, но на теле оно выглядит прям очень хорошо. Самое приятное и самое, что мне нравится, это просто ПП. Просто ты ешь гречечку. Мое самое любимое блюдо за последнее время, почему я похудела за последнее время, я постоянно ела яйца, рис и кабачковую икру. Самое любимое блюдо. Звучит отворотно, выглядит отворотно, но так вкусно. Лично для меня, не знаю, просто идеальное сочетание. Сколько вешу сейчас? 58 килограмм. Я думаю, 66-67. Я очень люблю просто бегать на дорожке. Я люблю бегать, ходить. Это кардио, это кардио. Я вот лучше по кардио. Из силовых я только люблю попу покачать и пресс покачать. Все. Да, постоянно. Ну, год назад булили. Сейчас нет. Ну, только менеджер. Я вам абсолютно вот от А до Я рассказала, что такое массаж. И я думаю, уже нет смысла задавать эти вопросы, помогает он или нет. Да, он помогает. Отвечаю последний раз. Помогает, да. Мало кушать. Просто уменьшать свои порции и не набивать желудок. Чтобы всегда чувствовалась легкость. Чтобы ты не перенагружал желудок, чтобы ты не ходил такой, ох, сейчас бы поспать. Не надо. Ела ли сладкое при похудении? Да, ребятки, я ела. Ела сладкое, конечно же. Просто в маленьких количествах и все. Чем обычно питаешься? Интересный вопрос, кстати. На самом деле, чем захочется, тем и питаюсь. Если вот что-то вот резко. Мне вчера захотелось очень сушь. Я заказала 12 штучек. Съела 5 вечером. И сегодня их доело. Но если прям то, что я обычно ем, куриный супчик, постоянно ем куриный супчик, какой-нибудь супчик, это очень полезно для желудка. Рис с яйцом и с кабачковой икрой. Ребят, вот один пакетик риса, два яичка и кабачковую икру-прикусочку. Вообще не аппетитно, но мне этому блюду научил Макс, потому что он тоже следит очень сильно за своим питанием. И это прям блюдо, которое кушают после спортзала, наполненное белками. Поэтому мне он даже показал и все. И мы с ним постоянно скидываем фоточки. О, я сегодня опять рис с яичками. Я очень часто ем пюре с мясом. То есть типа бестроганом. С грибами что-то типа. Вот мяско с грибами и с пюрешкой. Либо гречка с котлетками. Просто. Вот ты сказала, тебя булили за вес. Ты сказала, только мой менеджер. Чтобы не подумали, что я какой-то изверг. Вот я тебе просто намекнул на то, что есть... Он так же мне сказал. Намекнул на то, что Настюк не хочет чуть подскинуть. Ты из-за этого начала скидывать, начала процесс похудения. И ты сама от этого кайфуешь. Тебе самой нравится результат. И ты от этого счастлива. Поэтому это ни в коем случае не буллинг. Это только для того, чтобы тебе же было самой лучше. Самое главное, что ты сама от этого кайфуешь. Ребята. Это просто был толчок для того, чтобы ты начала. Абсолютно верно. И на самом деле... Спасибо Дани Буму и менеджеру. Какой вес считаешь идеальным? На самом деле я никогда не была в весе 54 килограмма. Но как будто... И вот если я сейчас еще больше похудею, ну хотя... Не, мне кажется 55. 54 это уже вот так вот будет. Но тоже может быть красиво. Но сейчас мы добьемся 55 килограмм и посмотрим. Я устрою праздник в честь этого. И всем буду говорить, я добилась. Как похудеть в домашних условиях? Друзья, просто включайте на ютюбе упражнения и меняйте свое питание. Просто меньше есть. Правильное питание. Я на самом деле в этом видео говорю каждый раз одно и то же. Просто самые главные вещи. Физическая нагрузка, правильное питание, водичка. Все. И ваша жизнь изменится. Ну если, конечно, вы хотите прям супер изменения, это массаж, спортзал. Если хотите там накачать жопу, ну чтобы худенькие ножки были, это массаж плюс тренировки с тренером. А если нет такой возможности, то, ребятки, просто поменьше кушать. И все. Закрываем ротик. Не смотрим на холодильник. Но не блюем. А на этом было все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Я рассказала, ну, все, что только могла, реально. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим мнением обо всем, что вам понравилось. Как вы думаете по тому или иному поводу. Я жду вас в комментариях. Я вас очень сильно люблю. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Колокольчик нажимайте. Подписывайтесь на все мои соцсети. Я вас очень сильно люблю. Пока-пока-пока. С вами была Наша Бутбарми. До следующего видео. С вами был Игорь Негода.